Уважаемые коллеги, Алексей Михайлович, Владимир Федорович, у меня будет несколько пессимистическое выступление по сравнению с остальными, но мне кажется, вот все те рассуждения, которые я попытаюсь представить, они мне заслуживают внимания. Но то, что принципы лекарственного лечения, они формулировались в 50-е и 60-е годы, которые, собственно, и сейчас исповедуемся мы, это максимально толерабельная доза должна быть дана в минимальной промежутке времени, 21 день – это время репарации костного мозга, доза эффект, снижение дозы на 20% приводит к снижению эффективности на 50%, и снижение дозы и перерыв в лечении нас всегда пугали, так сказать, что это основной путь к резистентности. Ну вот это было сформулировано профессором Лорионовым, о котором сегодня уже вспоминали вместе с Николаем Николаевичем Петровым в нашей стране. Что это дало? Конечно, это дало много. То есть часть опухолей вообще стали излечимыми, увеличилась частота лечебных эффектов, продолжительность лечебных эффектов, и, конечно, улучшилось качество жизни вне всяких сомнений. Но вот анализ, который был проведен недавно, 48 препаратов, которые были зарегистрированы европейским сообществом в 2009-2013 году, показал, что 49% препаратов, которые регистрируются, они не приводят ни к увеличению выживаемости, ни к улучшению качества жизни, а медиана общей выживаемости увеличивается только на 2,7 месяца. В чем проблема? Одна проблема в том, что все-таки клинические исследования – это абсолютно искусная ситуация, где подбираются пациенты с определенными характеристиками, и когда вот этот препарат переходит в реальную практику, то эффективность его оказывается ниже в 2 раза. Поэтому вот, так сказать, иногда все наши восторги и надежды, которые мы испытываем, когда видим какие-то новые результаты клинических исследований, они далеко не всегда на практике подтверждаются. Ну, почему мы не можем вылечить рак? Почему, так сказать, не можем сделать его хроническим заболеванием с длительной выживаемостью? Ну, вот на самом деле, так сказать, идея колональной эволюции была высказана Петер Новеллом. Петер Новелл – это очень известный морфолог, который описал филадельфийскую хромосому, и, собственно, в 70-е годы в журнале Science он высказал идею эволюции опухоли. То есть опухоль эволюционирует, она меняется в процессе развития. Ну, и, как бы, так сказать, это было сначала вызвало интерес, потом забыли об этой проблеме. А сейчас появился вот этот молодой человек, Чарльз Свантон. Он, выдающийся вне всяких сомнений, который, собственно, я думаю, что в будущем он кандидат, наверное, на Нобелевскую премию, он сделал простую вещь. Он взял, вот, смотрите, опухоль, большую опухоль почки, взял 8 кусочков из этой опухоли и взял кусочки опухоли из отдаленных метастазов, которые, так сказать, имелись у этой пациентки. Оказалось, в 70% случаев образцы не соответствуют, они были разные. То есть имеет место гетерогенность внутриопухолевая, внутриопухоли. Мы с вами берем кусочек рака молочной железы, определяем рецепторы эстрогенов, прогестеронных ИР2 и потом планируем на 20 лет лечения, так сказать, этого пациента. А на самом деле, так сказать, разные области одной опухоли, они разные. Более того, отличается первичная опухоль от отдаленных метастазов. И отдаленные метастазы между собой отличаются. И даже существует межклеточная гетерогенность, то есть отдельные клетки отличаются между собой. И вот интересное исследование было шведскими коллегами нашими, сделано 17 нозологий, взяли 8 тысяч больных с клиническими данными и провели молекулярно-генетический анализ. Оказалось, что у части опухоли, имеющих разную нозологическую природу, имеют они общие молекулярно-генетические характеристики. То есть мы определяем, так сказать, лечение на основании, вот рак молочной железы мы лечим как рак молочной железы. А на самом деле молекулярно-генетический он может соответствовать раку толстой кишки или наоборот. То есть видите, вот эта, так сказать, эволюция и эта гетерогенность, которая, она приводит вот к такой, таких существенным, так сказать, изменениям, которые мы на сегодняшний день не учитываем. В чем причина эволюции? Это хромосомная нестабильность, дублирование генома, и вот опобег, о котором сейчас много говорят, это фермент, который, вообще-то, противовирусно, так сказать, проявляет активность в клетках в нормальных условиях. А при опухолях легкого, например, он является одной из причин генетической нестабильности и индуцировать появление новых мутаций. Не все, так сказать, клоны, которые появляются в процессе эволюции, они, так сказать, прогрессивны. То есть многие из них заканчиваются тупиком, потому что, в общем, они не выдерживают конкуренции с новь появившимися клонами. Еще более сложный и непонятный, так сказать, процесс метастазирования. Процесс метастазирования у части больных происходит так, как еще Верхов говорил, когда первичную опухоль, потом подмышечный метастаз, подключичный метастаз, подключичный метастаз, а потом попадают в опухолевые клетки в гровь и появляются, так сказать, отдаленные метастазы. Параллельно происходит часто метастазирование гематогенное и лимфогенное, а более того, интересно, и разные клоны абсолютно, так сказать, метастазируют. И оказалось, еще происходит self-seeding, то есть метастазирование в саму первичную опухоль уже, так сказать, отдаленных метастазов. Но до конца этот процесс не ясен, но, в общем, как бы есть уже серьезные подтверждения того, что это все имеет место. Ну вот, так сказать, сложные вот эти изменения, которые в опухоли происходят в процессе эволюции, они, так сказать, имеют на сегодняшний день убедительные молекулярно-генетические подтверждения. И вот свантан, о котором я уже говорил, он, так сказать, условно делит опухоли на, так сказать, как пальма, которая достаточно проста для лечения, это, например, как опухоли с мутациями, драйверными мутациями, известными там, меланома, сбераф-мутации, рак легкого СГФ-мутации, салф-мутации, которые мы пересекаем, так сказать, этот ствол, и на какое-то время мы получаем выраженный эффект. Вот как тут ореховое дерево. И тут чаще всего мы имеем дело с баобабом, с мощнейшими, так сказать, корнями, с ветвями, которые одна от другой отличаются, и которые, на самом деле, как бы очень трудно элиминировать из организма. И более еще интересно, оказывается, много что происходит в процессе лечения. Вот сегодня говорилось уже об этом, как влияют и цитостатики, и гормонотерапия, и тагетная терапия, и иммунотерапия на опухоль. То есть происходит селекция резистентных клонов в процессе эволюции. И говорится о том, что то, что нас не убивает, то укрепляет. То, что Евгений Наумович говорил о том, что происходит восстановление БРК, то есть потеря гетерозеготности, восстановление комозеготности БРК. Вот, как бы, так сказать, это иллюстрация того, что, в общем, как бы проблема на самом деле существует. Вот пример постера, который на АСКО был в прошлом году, представлен. Однократное введение цисплотина приводит к появлению изменений в активности более 300 генов. Однократное введение. И появляется 270 новых мутаций. А мы с вами, так сказать, вводим 6 циклов или проводим каждые 2 цикла анализы, думаем, есть эффект или нет, и какой этот эффект. И на этом основании мы определяем лечебную тактику. А вот здесь что происходит с глиобластомией. И вот любыми нами томозоламидом, вот эти зеленые, это мутации, которые индуцированы томозоламидом. А вот эти мутации, которые были в опухолевых клетках до лечения. Представляете, что творится, так сказать, после того, как мы вводим такие мощнейшие алкилирующие препараты, которые изменяют опухолевые клетки, делают их резистентными. Еще более интересно, вот в 2017 году были несколько публикаций экспериментальных, которые показали, что неоадивантная терапия, на которой сегодня много говорилось, на которой возлагаются большие надежды, она может способствовать появлению метастазов легких. Идет активация вот так называемой системы ТМЭМ, макрофага, которые способствуют интервазации опухолевых клеток. И если блокировать вот в эксперименте с помощью ингибитора, то метастазы в легких не образуются. И таких было две работы. Вот здесь, так сказать, прямо во времени показано, как идет интервазация опухолевой клетки, индуцированная макрофагом, и как это влияет, так сказать, на опухолевый процесс. Причем это вызвало, так сказать, такую эмоцию в онкологической общественности, что, мол, вообще опасно проводить неоадивантную терапию, надо отказываться от этого. Даже была редакционная статья известнейшего американского химиотерапевта Брюса Чабнера, который, так сказать, подождите, пока не спешите, это еще экспериментальные данные, но видите, так сказать, что на самом деле происходит, и надо об этом помнить. Не на сегодняшний день мы все, так сказать, много чего ждали от тагетной терапии, но нет ни одного больного, который был бы излечен тагетными препаратами. Это касается и рака легкого, это касается и алк-ингибиторов, это касается и GFA антитела, это касается Бираф ингибиторов. Есть пациенты, которые живут достаточно долго, но это все единичные больные. И оказалось, что в процессе использования тагетных препаратов происходит тоже селекция клонов. Вот пациент с Бираф мутацией 9 месяцев продолжительность эффекта. Через 9-10 месяцев получается еще хуже, чем было до ТОПГО. Значит, опухоль находит пути, активизируются сигнальные каскады, которые позволяют опухоли избежать вот этого ингибирования. Начинается активная пролиферация опухолевого процесса, и опухоль становится неуправляемой. Это же известно прекрасно для опухоли легкого с мутациями драйверными, которые блокируются ингибитором первого поколения, затем мы переходим к ингибиторам третьего поколения. Уже известно, что к ним появляется C797S мутация, на которую сейчас разрабатывают ингибиторы. С одной стороны, это хорошо. То есть идея хронического заболевания может быть реализована, но пока далеко не для всех мутаций, которые появляются, есть ингибиторы. Это же происходит и с иммунотерапией, когда элиминируются иммуногенные клоны, остаются клоны с низкой иммуногенностью, которые, в общем, пролиферируют и приводят пациентов к смерти. Ну, то есть на сегодняшний день совершенно очевидно, что с помощью тех методов, которые вот мы исповедуем, и которые были сформулированы в 50-е и 60-е годы, рак не может быть излечен. Что нужно? Вот нужно менять подходы. Первое – это все-таки высокодозная терапия, как ни странно, и о которой говорил Евгений Наумович, о том, что для части больных, которые имеют мутацию БРК, и вот эта пациентка была описана, на самом деле 11 лет полного регресса после двух циклов высокодозной химиотерапии, когда начали выяснять, почему, оказалось, что у нее была БРК-2 мутация. И уже отдаленные результаты, есть 20-летние результаты использованы в высокодозной химиотерапии при раке молочной железы. Оказалось, что 20% пациентов в Израиле, которые имели четвертую стадию заболевания, живы в течение 20 лет. Это означает, что, вероятно, учитывая высокую частоту БРК-мутации, в еврейской популяции, вероятно, это были как раз эти пациенты с мутацией БРК. Вот исследование по высокодозной стандартной терапии у пациентов с БРК-мутацией. Наверху верхняя кривая – это там, где была выполнена высокодозная химиотерапия, а нижняя кривая – стандартная химиотерапия. То есть это один из подходов. Интермитирующая адаптивная терапия. Очень интересная идея. Мы с вами назначаем тагетную терапию в постоянной дозе. Значит, предлагается дозу делать, так называемый, драг-холидейс, так сказать, когда и возвращаться к этой дозе. Что экспериментально показано, что значительно позже появляется при раке лёгкого при этом резистентность. И есть клинические подтверждения. Вот в прошлом году в немецком журнале дерматологическом было описано три пациента, которые вынуждены были делать перерывы в связи с выраженной фототоксичностью. И оказалось, что 24 месяца вместо 10 месяцев время до прогрессирования оказалось, 30 месяцев – 31. Двукратное, трёхкратное увеличение времени до прогрессирования при интермитирующем применении препарата. Другое дело, что мы не знаем, когда делать перерыв и как долго его делать. Ну вот как бы сейчас Ризви, очень известный американский специалист, который начинает первую фазу клинических исследований, которая как раз будет посвящена интермитирующему применению. Ещё более сложный – адаптивный подход. Вот здесь как бы предполагается не только перерывы, но и, так сказать, использование разных доз препаратов. И сторонники этого подхода говорят, что противоопухолевая терапия должна быть такой же динамичной, как и сама опухолевая система. То есть доза препарата должна быть не максимально переносимая, а минимально необходимая. Ну это легко сказать, но сложнее, так сказать, сделать, определить. Но идея, вот она витает в воздухе, я думаю, что, так сказать, она в ближайшее время будет реализована. Но вот Франциска Михор, вот эта симпатичная женщина, математика, она работает в Бостоне, Massachusetts General Hospital, и она, так сказать, математически определяет режимы использования и лучевой терапии, и тагетной терапии. И мы, если мы говорим о лучевой терапии, мы лечим с понедельника до пятницы, да? А почему? Так сказать, потому что нам так удобно, да? Но это же не значит, что, так сказать, это удобно, и опухоль знает чувствительность. Она предлагает другой режим. В понедельник дается высокая доза, причем это математически подтверждено, экспериментально. Во вторник меньшая доза, в среду перерыв, в четверг трехкратное облучение, в пятницу то же самое, трехкратное. И получается при этом, так сказать, увеличивается, повышается эффективность лечения. То же самое она рассчитала для тагетных препаратов. Ну, к сожалению, вот первая фаза, которая была, она, а может, и к сожалению, просто, может быть, идея неправильная, не сработала. То есть улучшения результатов не было. А вот применение, так называемого, интермитирующего сунетиниба при раке почки. Посмотрите, вот здесь пациенты, если здесь, по-моему, 30, сколько-то, 20 пациентов, было достигнуто уменьшение опухоли на фоне лечения более чем на 10% и останавливались в терапии, а затем возвращались, если опухоль увеличилась на 10%. И оказалось, что время до прогрессирования увеличилось в два раза. 22 месяца вместо 11 месяцев, которые были зарегистрированы в регистрационном исследовании. Метрономная терапия. Ну, вот Вячеслав Андреевич сидит здесь, он большой сторонник. Так сказать, и всем очень она нравится, потому что она не токсичная, удобная, и совершенно есть очень серьезные обоснования. Вот пример его пациентки, у которой пожилые женщины с леомиосаркомой после качества третьей линии удалось получить блестящий клинический эффект. То есть это работает. И сейчас обсуждается и проводится исследование комбинирования метрономной терапии вместе с антипедиадин препаратами. Примитивное комбинирование нескольких тагетных препаратов, когда блокируется несколько путей. Идея хорошая, она пришла из микробиологии. Мы с вами, когда проводим антибактериальную терапию, редко когда назначаем один антибактериальный препарат, чаще мы комбинируем. И, собственно, есть, вот видите, для меланомы, если мы бираф-ингибиторы даем один, или бираф вместе с мех-ингибиторами, мы получаем значительно лучший эффект. Ну, иммунотерапия, ну, не буду говорить. Вот это первые, собственно, результаты, которые были при комбинации филимумаба с невулумабом. Через три недели, посмотрите, полное исчезновение опухоль и даже дефект, который не успел зажить, репарировать грудной клепки. Фантастика. Но мы с вами знаем о гиперпрогрессировании, о возможности стимулирования роста. Мы знаем, что далеко не всем помогает этот метод лечения. Но, конечно, вот такой подход, который нацелен не на саму опухоль, а на иммунную систему, снимая, так сказать, вот эти все супрессивные действия, он, видите, конечно, вне всяких сомнений, революционный. Индукция нестабильности генома. Чего мы боимся? Мы говорим, что причина, так сказать, резистентности – это нестабильность генома. Так, может быть, его надо, наоборот, простимулировать, чтобы еще больше этих мутаций было. И действительно, чем больше мутаций, тем более опухоль иммуногенна, и тем медленнее она растет, тем менее, так сказать, она революционирует. И поэтому может в какой-то степени тормозиться рост. А есть мнение о том, что вообще противоопухолеактивность химиотерапии может быть связана с индукцией геномной нестабильности и запуском иммунологических процессов. То есть какой выход? Представляется, что все-таки надо пересматривать, и сейчас это витает в воздух, я думаю, что все мы к этому придем, принципы стандартной терапии. Нужно искать альтернативные подходы. Может быть, вообще, так сказать, надо идти, мы идем с вами не в том направлении. Вот пример бета-блокатора. Посмотрите, меланомы высокого риска без рецидивной выживаемости никогда не назначаются или дается высокой дозе 80 мг в сутки. Снижение риска на 80%. Видели вы когда-нибудь такие эффекты при одевантном лечении? Никогда. Это препарат никакого отношения не имеет к противоопухолевой терапии. Вот вам пример того, что можно получить. Ну, и в заключение, все-таки, действительно, мы не в ту сторону идем. И вот мне вспоминается на лекции профессор Ква на АСКО, он была посвящена проблеме метаболизма опухолева. И он, значит, начал ее с того, что показал картину, на которой был изображен какая-то ферма полуразрушенная, старая, какой-то пруд запущенный, какая-то телега стояла полусломанная. И он спрашивает, как вы думаете, как называется картина? Ну, кто-то из зала говорит, что это ферма, кто-то говорит, это пруд, кто-то говорит еще что-то. А он говорит, нет, она называется «Два лебедя». Оказывается, две точки вот в углу этой картины, они, так сказать, символизировали лебедей. То есть, когда мы с вами вот гоняемся за вот этими мутациями и гордимся, когда нам удается ухватить и блокировать ее, потому что это не то направление и не тем мы занимаемся. Спасибо. 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 Спасибо.